Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Номер 977. События дня. Экклесиас 12, 13, 14. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом всё для человека. И во всякое дело Бог приведёт на суд. И всё. Тайны, хорошо ли оно или худо. Далее объявление. Считайте, останавливайтесь. Это пишу один священник. Пусть всё хохочет, смеётся. Бирюков Сергей. А я на вас ролик готовлю такой-то, ну, против, против, против. Я отвечаю. Евгений, с праздником Преображения Господня. Мне хотелось бы знать, как вы относитесь к монашеству? Как относитесь к святителю Игнатию Брянчанину? Ну, вы считаете ли вы его святым? Интересный вопрос. А что от этого зависит? Считай я или не считай? Он умер. Он уже на той стороне. Моё мнение, оно никакой роли не играет. Что я думаю о преподобном Сарафиме Саровском? То есть, я вот эти вопросы рассматриваю как подыскивание. Что я думаю? Значит, какая разница, что я о нём думаю? От этого ничего не зависит от моей думы. Вот я отвечаю. Есть учение монашествия, но в явном противоречии со Словом Божиим. В Святой Библии мы находим чёткое определение тому явлению, что люди будут препятствовать проповеди, миссионерству. И как это называется? 1 Фессоннике 2,16 Которое препятствует нам говорить язычникам, чтобы спаслись. И через это всегда наполняет меру грехов своих. Но приближается на них гнев до конца. А то, чтобы уйти от людей и спасаться за стеной, это выдумка плотского ума нерождённых свыше посетителей. Этим были увлечены самые выдающиеся умы православия. Так что, когда мне пишут, что как где я посмел замахнуться против такой махины, то тут есть чему удивляться. Я не говорю, что монастыри не нужны. Нужны. 1 Коринфянам 7,32 А я хочу, чтобы вы были без забот. Не женаты заботятся о Господнем. Как угодить Господу? Но в каком виде? В том виде, в каком они пришли к нам, какие остались монахи. Они принесли зло больше и во сто крат, чем безбожие, язычество, коммунисты, фашисты, масоны и мусульмане вместе взятые. Вот моё изречение. Монастыри нужны для того, чтобы не давшие обетов, обеты монашеские должны быть всюду намертво запрещены, и готовить миссионеров-проповедников. И далее привожу места Писания. Луки 24,49 Я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не обречётесь силой свыше. Деяние 1,8 Но вы примите силу, когда сойдёт на вас Дух Святой, и будете вместе свидетелями Иерусалима, Иосифа, Иудеи, Самарии, даже до края земли. И ещё допоить, докормить престарелых тружеников на небе Божии. Филисистам 2,29 Примите же его в Господе со всякой радостью, и таких имейте в уважении. Евреям 13,7 Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончины их жизни, подражайте вере их. Вот места себе там фиксируйте, скопируйте. Здесь всё сказано. Это большая работа проведённая. Александр Александрович, спаси Христос, с праздником вас, Игнатий Тихонович. Благодарю вас за стихи, очень красивые. Марина Старцева, всякая шваль приходит на канал, под разными именами регистрируется и пишет всякую гадость. Хотя догадываюсь, чьи это организованные проделки, те, кто следят за каналом в течение хотя бы трёх лет. И смотрят внимательно, тоже это понимают, кто именно и за что ставят дизлайки и пишут гнусятину. Рассчитайтесь по полной. Беда всей страны без отцовщины. У нас и вот её результат. И те, кто пишет возмущённые комментарии, дополняют ещё их числу. Как говорил мой отец, не битые и не поратые. Им даже дюйка слушать. Мужское наставление. Причём узнают себя сразу и начинают реагировать. Дёргаются, психуют, агрессируют. Короче, возьму на себя ответственность, что мужчины в стране не те, которых мы бы хотели видеть рядом с собой. Даже запаху мужского в них нет. Вот почему и идёт наше к ним сразу отрицание. Даже трудно представить, что где-нибудь в Грузии нашлись бы подобные Никита и Виталий. Эти как. Что вчера воскресенье было. С утра, как всегда, встаём в 4.40. Я успел проверить мордушки, рыбу. Потом предложить кому надо. Бесплатно. Люба зашла, взяла. Сама принесла караси, покупала в Мамонтове. А наши, Сергей с Виталием, были в Бийске. Там соревнования по собакам было. Вот сегодня запишу их, как там было. Вчера они приехали уже поздно, в 8-м часу ночью. Вечером. Потом у нас было богослужение. В час дня всегда собрание. В воскресенье народу мало было. Все поразъехались. Вот так. Днём с Володей решили на колхозные сады съездить. Посмотреть, есть ли малина. Ну так, по одной ягодке кое-что набрали, чтобы гостей встретить. Гостей возврат наших. Вот так. Вечером ещё опять за рыбой съездил. Даже шарик и двух у меня кошек одной рыбой накормил. А то добавлял только рыбью что-то. А тут именно прямо рыбу почерпнул и полную корчашку каждому дал. Ну вот и всё. И наши ресурсы. Вот это же мой мир. Где я в шапке-то люблю. Пожалуйста. И ленточный. 1600 тем. Форум. И видеоканал. 12 240 роликов у нас. Вот тут много провитали. Промер глубины 136. Ещё православный библейский сайт. Что у нас есть. Вот на сегодня. Всё. Пока. Вот пока. Давайте. Вот.